Синдром органического поражения головного мозга В рамках этой мини-лекции мы рассмотрим три основных синдрома органического поражения головного мозга. Первым и наиболее часто встречающимся является так называемый психоорганический синдром. Можно сказать, что это один из самых распространенных психопатологических синдромов, особенно в пожилом возрасте. Что включает в себя психоорганический синдром? Это снижение памяти, снижение интеллекта и церебростыния. Церебростыния называется астенический синдром, обусловленный именно органическим поражением головного мозга. Мы уже говорили об астеническом синдроме в рамках лекции, посвященной непсихотическим расстройствам, но тем не менее напомним, чем характеризуется астенический синдром. Повышенный возбудимостью всех психических процессов и точно так же повышенной истощаемостью всех психических процессов. Проявляется это постоянной слабостью, вялостью, разбитостью, утомляемостью, резкими взрывчатыми реакциями на малейший раздражитель и моментальным истощением, невозможностью удерживать сколь-нибудь постоянную стыничность, силу ответа, эмоционального ответа на раздражитель. В зависимости от характера органического поражения отличается и симптоматика. Так, при сосудистом поражении головного мозга на первый план выходит слезливость, при травматическом поражении головного мозга в большей степени видна эксплозивность. Различают разные виды астении при психоорганическом синдроме головного мозга. Это, собственно, с преобладанием астенических проявлений, с преобладанием эксплозивных взрывчатых реакций, с преобладанием эйфорических реакций, как правило, уже при достаточно выраженном интеллектуальном снижении. И апатико-абулический вариант психоорганического синдрома, когда, опять-таки, при значительном, обычно интеллектуальном снижении, человек утрачивает полностью, утрачивает интерес к жизни. Астенический синдром, опять-таки, мы уже упоминали об этом, может иметь две фазы. Гиперстенических реакций, когда преобладает возбудимость психических процессов, и реакции на раздражительность становятся крайне резкими и зачастую болезненными. И гипостеническую фазу, когда эмоциональные силы организма истощены, и ответы уже не становятся такими явными, но истощение, наоборот, становится совершенно очевидным. Это психоорганический синдром. Еще раз повторю, интеллектуальное снижение, мнестическое снижение и церебростыния. Он присутствует всегда при органическом поражении головного мозга. От легких форм, которые практически не попадают в клинику, не попадают ни в одну нозологию, до состояния, граничащих со следующим рассматриваемым нами синдромом с деменцией. Деменция, как и психоорганический синдром, также характеризуется интеллектуальным и мнестическим снижением, но, в отличие от психоорганического синдрома, при деменции эти расстройства достигают такой степени, что грубо нарушают как мышление человека, так и его поведение. То есть деменция – это снижение интеллекта, снижение памяти, нарушение мышления вследствие этого и нарушение поведения. Деменция – синоним этого синдрома слабоумия. Опять-таки, в зависимости от, собственно, нозологической единицы, проявления синдрома деменции могут быть разными. Так, при болезни Альцгеймера в первую очередь утрачиваются самые простые, примитивные способности психики человека. Так человек, производя впечатление здорового, может с трудом или даже вообще не может сесть на стул, выполнить какие-то элементарные задания на моторику, не может сложить колодец из спичек, не может нарисовать два треугольника, соприкасающихся одной стороной, не может даже написать свою фамилию и имя отчество. При том, что разговаривает он достаточно внятно, понятно, отвечает на какие-то ваши вопросы, но отдельные моменты именно в плане моторной, целенаправленной моторной активности для него затруднены. Это является характерным признаком болезни Альцгеймера – апроксия, утратоспособности к целенаправленной механической моторной деятельности. Другой вариант деменции – деменция при болезни пика. Наоборот, отличается тем, что человек достаточно долго не испытывает каких-либо серьезных нарушений памяти, может выполнять тесты, но на первый план выходит нарушение высших психических функций. И человек превращается фактически в такое растительное существо. Единственная потребность – это поесть и лежать в тепле, в довольствии, чтобы никто не трогал. Потенциально человек может выполнять тестовые задания, но добиться от него этого практически невозможно. То есть вот эта вот апатическая, абулическая компонента становится очень мощной. Человек лежит, ничего не делает, ест. Попытки заставить его что-либо сделать вызывают, как правило, агрессивную реакцию. Сосудистая деменция. Деменция при сосудистых заболеваниях, сосудистых катастрофах характеризуется прежде всего тем, что в отличие от болезни пика, болезни Альцгеймера, где разрушение психики идет постоянно и только в одном направлении, в направлении ухудшения состояния, при сосудистой деменции возможны чередования состояния, флюктуации симптоматики, ухудшения и улучшения. Один день человек может производить впечатление полностью слабоумного, другой день почти здорового, третий день что-то среднее. И такие колебания возможны не только в течение дней, но даже в течение нескольких часов. Еще раз хочу подчеркнуть, задачей нашего курса, задачей наших лекций не является охватить всю симптоматику, охватить все нозологические единицы. Задача нашего цикла это в первую очередь дать общую информацию о том, как проявляются те или иные психические расстройства. Поэтому в заключение нашей лекции еще раз хочу обратить ваше внимание. Психоорганический синдром, синдром органического поражения головного мозга, имеет три главные компоненты. Это интеллектуальное снижение, монастическое снижение, то есть нарушение памяти, и церебростыния, астенический синдром органического генеза. Естественно, надо обращать внимание на возраст пациента. Чем старше возраст, тем риск возникновения этого синдрома, этих синдромов выше. И на отягощенность амнестического пациента какими-либо заболеваниями, которые могут приводить к развитию органического поражения головного мозга. Наиболее часто это, естественно, сосудистые поражения, затем травмы, онкологические заболевания, системные заболевания и также другие застройства, которые могут привести к органическому поражению головного мозга. На этом позвольте закончить нашу мини-лекцию, посвященную синдрому органического поражения головного мозга. Спасибо за внимание. Всего вам хорошего. Продолжение следует...